Да, я буду. Ну, у них сложные, но не платим. Не платим, наверное. Горы, горы. Я уже заметила. Я чуть-чуть лопаю. Я лопаю. Я лопаю. У меня пространство на работе. Как это штука, помимо. Устроить. Типовый парк. Типовый, чё, болт. Этистант такой. Да, да, да. Типовый парк. Типовый парк. Типовый парк. Типовый, чё, болт. Типовый,으халый. atep Типовый парк Типовый парк. Типовый парк. Еще про что говорили? Расскажи. Изначально через больших войн во время Великой Отечественной войны. Но когда в Абхазии война случилась с грузино-абхазской памятник, конечно же, абхазцы убрали и переименовали населенный пункт Вечерепш. Ассоциация у них идет во время царства, и был царь Гечба Адарба. Из-за него и назвали населенный пункт Вечерепш. Также есть. В основном обосновали эти населенные пункты, это эстонцы, они были как цыгане-кочевники. Проходили, осушали болото, это вся местность была в болоте, осушали, занимались земледелем. Именно мандарины и все остальное, также и пчеловодство. В Абхазии это первое место занимает пчеловодство, и также мандарины и все остальные цитрусовые деревья. А сегодняшний день обосновали они очень много населенных пунктов. Барановка, Сальма, который есть также и фильм. Обосновался честь грузино-абхазской войны. Войны также там участвуют эстонцы, и все называются просто мандарин фильм. Можно посмотреть. Фильм мандарин называется? Да, так и он называется. Здесь он снимался в Абхазии, очень интересный. Старый? Ну, новый фильм во время грузино-абхазской, типа, снятый фильм, но очень интересный такой. Если кто знает историю всего случившегося, как оно происходило, то он поймет смысл фильма. В чем? Короба, блин, а я... Гандиани, третий. Ну, на сегодняшний день, как переворот случился, грузино-абхазская, Сандриев, что называется. Что, три названия, что ли? Да. Большинство, как бы, кто жил в этом населенном пункте, в Гандиани, все старые люди, которые в возрасте, беленько называют. Честь генерала тоже морского флота генерал, который обосновал мор-порт, также вот с левой стороны этот был. Это был детдом, который, ну, люди отдавали свои детей сюда и работали на него. Благодаря работе также облачивалась им зарплата и за детьми присмотр был. Таких детдомов было построено три здания, но один из них остался. Потом его сделали альмянским батальоном, буквально, как лет, так 4-5 его переименовали уже все. Это, как бы, главный офис ВСБ стал Россией. Все в переворотах. Это, получается, те дети, которых родители погибли? Нет. Те родители отдавали детей, чтобы работали. За работу также за детьми присматривали и они работали по всем населенным пунктам здесь, которые есть. Также населенных пунктов здесь очень много. Махатыр, также граждан. Бесплатно рабочую силу, что ли? Ну, почему бесплатно? За то, что дети жили, обучались чего-то, либо за это и они работали. Сам населенный пункт такой довольно не, как бы сказать, большой. Но люди, которые приезжают сюда, довольно, очень довольны этим курортом. Победя здесь песчаная, песочная. Не как у нас камни. Грунт высыпанный. Очень много историй имеет гоняне сам по себе за счет своих переворотов, наименований. До вот этого беленького названия, это считалось Сочинской губернией. Ну, я бы взять лет 150 назад, наверное, у всех документов писалось Сочинская губерния. У моего прадеда свидетельство о рождении нашлось, и все это в Сочинской губернии писалось. Но с опасцами спорить это очень трудно. Я доказал то, что это Сочинская губерния, но они сказали, это было когда-то. И все, на этом разговор закончился у нас в городке. По последним подсчетам было население, здесь около 530 тысяч человек, по всем базе. Из них 170 тысяч это было армяне. Остальные уже аптасы, все остальные были. И когда в городе Гагри на рынке что-то женщина сказала, у нас армяне много. Тогда бунт поднялся очень большой, национализм тронули. А когда заговариваются о национализме, мы абхазцы, мы коренные жители. Но здесь не может быть коренных, потому что все кочевники. Абхазский народ свою историю сам толком не знает. Но то, что взять, эта земля грузецкая, а сегодня даже в Гугле забыли, что грузецкая вышится. С правой стороны железная дорога, которая очень много лет не работала. Мы уже, наверное, бхазцы хотели бы его на металлом знать. Но в Москве судьбом открыли рейс, не успели. Но где-то в некоторых местах пришлось рейсы прокладывать, потому что их уже не было. Укрыли. Да, на металл, сколько вещей создавали. Здесь очень большое богокольство именно идет, именно в этом случае. Начали уже, как металл поднялся в цене, начали уже ограды кузинских. Кладбище снимать, столбать на металлон. Ну, такой неприятный, может рассказывать, здесь много чего. Нужно повидать и увидеть. Третий населенный пункт, здесь холодная речка. Холодная речка славится в своей достопримечательстве. Одна из дач Сталина здесь находится. Также база отдыха солнечная. Здесь белые скалы снады. С правой стороны сейчас управлены. Белые камни там. Белые камни. Черные скалы, по-моему, белые камни. Клянула рука на белом побережье, стенами здесь, внизу она находится. Где же? Из-за чего его так назвали. Золотой гребешок? Заворублено царство. Здесь царица Тамара проезжала на своей карьере, потеряла свой золотой гребень. Из тех, кто назвали этот район золотым гребешком. В честь этого района возвели остановочку. Построила эту остановку Зураб-Целители. Вроде в мозаике. Сейчас правой стороны будет первая остановочка. Пожалуйста, обратите внимание. Очень интересно. Все производства, которые по Абхазии увидите, именно глазачьи-остановочки, это все производства Зураб-Целители. Вот, пожалуйста. А я с ним дружил. В мастерской был. А с чего это? Кто? В Абхаз? В Грузии. Целители. Он играл. Слушайте, может быть, я, конечно, вообще не очень понимаю, разбираюсь. Ты сказал, что это грузинская территория была? Была. А получается, что Абхазы отделились или что? Во время 1991 года, да, они отделились. Они отвоевали свою территорию. То есть это была как народность, а Абхазы были как каталонцы. Почему? Абхазы жили, но только оно не считалось абхазской. Как Крым. А? Как Крым. Да. Отделился. Да, отделился и все. Нет, Крым не отделился. Это республика. Заезжаем в первый город, об основателя города Гагра. Это принц Акденбургский. Открытие города Гагра в 1903 году. Открытие происходило в Гечи Репши. Ресторан такой есть. По сегодняшний день ресторан принимает гостей. Какой ресторан? По пути покажу. По время открытия здесь только отдыхали чиновники, так сказать, в городе самом. Никто кроме этого не отдыхал. Но курорт не приносил такой доход, который он должен был. Начались открывать новые санатории и все остальные. Первый санаторий, который с левой стороны от вас, это первый санаторий, который открылся во время принца Акденбургского. Он построил ботанический сад. Сделал. С правой стороны будет у нас попозже. Также и много чего интересного. Но во время здесь случилось переворот именно малярийное бедствие. Люди прекращали приезжать сюда отдыхать за то, что очень большой у нас было комаров. Эта гагра находилась в болоте. Очень много приезжали сюда ученые понять, почему именно такое большое количество. И никто не мог с этим побороться. Но один грузин подсказал, что болоту осушать, надо посадить эвкалиптовые деревья. Эвкалиптовые деревья на самом деле очень любят, где постоянно вода. И оно быстро растет и высасывает это все. Во всему гагрую рассадили они эвкалиптовые деревья. С этой помощью эвкалипта они восстановили курортный город. Начали приезжать со всех стран в санаторий отдыхать. И во время переворота 41-го года, в сталинское время, прекратилось это все. И получается все санатории были разрушены. Один из санаторий, который работает. С левой стороны, сейчас обратите внимание, ресторан Грэпш, он построен без единого гвоздя. Он деревянный? Да, он деревянный, построен без единого гвоздя. Очень много большой чиновники России приезжают здесь отдыхают. Значит, точная копия какого-то ресторана, по-моему, во Франции, да? Не могу сказать. Кто-то приехал и этот ресторан построил, потому что он был где-то во Франции. Видел такой ресторан? Ага. Это построено было 1903-м году. Открытие города Гагра. Это город Бурго. Вот, пожалуйста, колоннада. Достопримечательность одна из города Гагра. Также библиотека с левой стороны. Да, мы в этой гостинице жили когда-то, когда отдыхали, и на этом море ходили купаться. Но мы в ней недолго же пожили. Мы переехали. Ну, папа сидит. Этоacción. Значит, вы можете помочь. Может быть, не может быть, я. Комм. Может быть. Может быть, покрин'? Продолжение следует... 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 так здесь мы остановились у нас здесь мост висячий я сейчас первый раз в жизни попробую висячий мост как-то не приходилось о как но он здесь совершенно интересное ощущение река мзы как течет интересно она проистекает бога летает вон тут летать а а а а Вот как это взглядывается, как это взглядывается. А потом соединяешь в гибку и так получится. Тык-тык-тык. Ой, кошарка. Ходит по мосту. Без проблем. Кошарочка. Все, мой, пошор, пошор, пошор. Здорово. Стересно. Проскочают, проскочают. Можно заехать, продегустируйте, дадут вам попробовать, расскажут. Это будет где-то, да? Уже солнце-то скоро зайдет, нет? У нас будет еще, сделаем так, одну остановку Голубого озера, вторая остановка будет Юпшанский каньон. Давайте на обратном пути заедем. Здесь реально уже видятся горы. Какая высота. И красота. Здесь какая-то площадка. Я здесь вас высажу, буду стоять там. С левой стороны у вас Голубое озеро будет. Также купание запрещено, конечно же, в этом месте вообще запрещено. Павлины и все остальное, если вас заинтересуют фотографии в Борках, Черкесках, не знаю, что спрашиваете цены, в первую очередь. Ну вот, смотрите, оно Голубое озеро. На самом деле, такой провал, я так понимаю, где-то у скалы. И вода и втекает, и вытекает из него. Это реки Змы. Говорят, Голубокое. Здесь мы были на каких-то других Голубых озерах. Вода называет, она похожа на Паровал, да? Ну, да. Но там было реально Голубое. А здесь такая зеленоватая. Может быть. Вот оно, Голубое озеро. Которое по дороге на озеро Рица. Действительно, немного Голубой. Провал 30 метров. Все тут красиво. Немножко шума. Здесь, конечно, всякая торговля идет. И фотографии в разных вариантах. Продолжим движение. По дороге к озеру Рица. Здесь еще не такие крутые колороны. И смысловывать ездят. Вот там. Новая река начинается. Река Гега. От названия Гекского водопада. Гекскому водопаду только можно подъехать на Лазиках. Ну, так же, так скажем. Потому что там находится в высоком горах. И бездорожье там. Водопад имеет высоту около 35 метров. И сливается с скалы. Очень красивое место. Довольно. Не все попадают именно туда. Да, и уже джопингисты. Уже большинство не хотят ехать. Потому что машина просто портится очень большого. Никто не делает дорогу. Никто не пробивает. Хоть бы трактор закинули, бы туда как-то. Духан. Не местные. Какой? Чесок. Ты воплотник? Тот. Тот анончик. Тот не ехать. Я все благодаря Станину. Можешь выключать это. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уфу, как хлещет! Это что такое? Водопад «Мужские слезы» Мужские слезы? Да Вот это да Что же причина, почему его так назвали? Это во всех экскурсиях есть какой-либо водопад Его назвали мужскими слезами, там легенда такая Честно говоря, сколько я ее читал и не мог понять смысл Смысл с женскими слезы одинаковый, только там про девушку рассказали, а здесь про мужчину Я думаю, лучше я эту легенду не буду учить Но иногда, конечно, бывает И я как-то... Пастухом Ну, типа, орел захватил девушку Сказал, если ты Выпыкнешь скалы Светы Я ее оставлю живым Ну, любовь его Очень сильно Он плакал над этой скалой и прыгнул А девушка на той скале, где женские слезы рыдала за то, что он скинул себя с горы Вот, легенда какая-то вот, бессмысленная Я в городце рассказал Да, думаю Что одну легенду внизу рассказать, что здесь вторую Очеркну Больше ничего не будем отжили И разом он разевал свой самолет Вот сейчас мы подъехали к месту Называется это место Прощай Родина За чего его так назвали Когда машина Сталина Солдат ехала Только был водитель Хорошо, что И он не справился с управлением Улетел вниз с обрыв Внизу находилась часть И когда он летел вниз с обрыва Кричал Прощай Родина С тех пор это место назвали Прощай Родина Пожалуйста, выйдите, посмотрите на лестность Так Так Такая Легенда Или действительность Причем это должности прошло? Это думаете Легенда или действительность? Да, хотя уже я не народ Да, тут Далеко лететь Такое ущелье С такой глубиной Вот такой высоты Все тут Красивое А внизу дорога Ну, я думаю метров 200 150 200 Красота Хороший 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 Полнотык Протяженность 2 километра С копейками Ширина доходит до 800-900 метров Вводится В озере Калабль Черновкос Корель И Еще раз бывает Заходит на нерест Глубина доходит до 170 метров В Извилинах Именно Она славится своим местом Именно То, что находится Межскал Также есть здесь Место Дачи Сталина Как говорят Сейчас туда точно не проедем Потому что Снег выпад И благодаря этой даче Сталина Большинство людей Приезжают сюда Именно посмотреть На саму Рицу И побывать на даче Но на даче Ничего не осталось Только бильярды стол И стол Больше ничего нет Сделали Как туристическое место Это Все, что можно было Обокрасть Обокрали Так сказать Вот можно погулять Если вы кушать хотите Можно будет подняться Потом на привал Перекусим И потом в лес поедем Где лучше смотреть? С какой точки смотреть? Отсюда лучше? Угу Так, идем на озеро Рица Смотреть 3 3 января 2018 года Здесь вон установлены даже какие-то 3 января 2018 года И мы приехали на озеро Рица Посмотреть И им порадоваться Давно я мечтал здесь побывать И увидеть эту красоту Озеро Рица Вот оно Озеро Рица Протяженность 2,3 км Глубина 150 метров Ширина 300 метров Холодно Ребята Вот такая Здесь Красота И здесь все Залезают фотографироваться Залезешь? Вы будете залезать фотографироваться? Я тут как муж наверное У меня очень скользкие Да Ага Я тоже не очень хочу Мне и так хорошо Если надо Сверху мы его вот Давай я тебя вот тут вот Народу много гуляют Вот такой народ И вот такой Озеро Давайте Помаслаждайтесь Снег лежит здесь тоже прохладно Не мороз конечно но Снег тоже лежит Вот такое оно озеро Рица Все его вы теперь видели И мы рады этому тоже Еще у вас Немножечко по разу Озеро Рица С этой стороны И Наверное Спустимся мы На мостик Вам будет с моста Красиво видно Их ступеньки Какая красота С моста Продолжение следует...